Итак, я думаю, что вы посмотрели достаточно большое количество различных уроков по визуализации, чтобы убедиться в том, что информации громадное количество, и в этом потоке информации в этом океане можно спокойно утонуть, если не знаешь, с какой стороны к делу подходить. Потому что начинаем изучать различные темы из различных этапов, и вопросы в голове, вместо того, чтобы решаться, они наоборот накапливаются. Для того, чтобы не накапливались вот эти вот вопросы, необходима правильная последовательная система изучения темы. Только в таком случае возможно получить профессию, научиться делать быстрое, качественное фотореалистическое изображение действительно быстро, а не изучать визуализацию целый год в самостоятельном режиме. И для этого вам необходимо знать три фундаментальных правила настройки рендера. То есть, по сути, получается, без вот этих вот трех самых главных моментов, без этих трех этапов бесполезно изучать все остальное. Зная вот эти вот три этапа, зная вот этот вот скелет, можно наращивать все остальное мясо. Так вот, давайте рассмотрим три вот этих фундаментальных правила, которые критически важно знать, которые помогут вам, собственно говоря, дальше правильно изучать тему визуализации. Итак, давайте разберемся, что же это за такие фундаментальные правила и для чего они нужны. На самом деле, всего лишь три, как я и говорил. И эти три правила влияют на скорость и качество просчета рендера. Собственно говоря, вы уже догадываетесь или есть большая вероятность, что знаете или понимаете, что чем выше качество вы ставите, тем дольше будет идти рендер. И чем ниже качество вы поставите, опять же, тем быстрее просчитается у вас картинка. И сегодня мы с вами поговорим о том, о той золотой середине, так скажем. Потому что реально, на самом деле, если у вас один интерьер рендерится хотя бы два часа, это уже хорошо. Многие специалисты говорят, что два часа – это отличный результат. На самом деле, вы сейчас убедитесь в том, что обычный интерьер можно отрендерить за одну минуту. То есть в 20, чуть ли не в 100 раз быстрее, чем обычный интерьер. Ну и, соответственно, его можно настолько усложнить, я бы сказал так, что он будет рендериться два часа и даже двое суток. Никаких проблем в этом нет. Сейчас вы в этом убедитесь. Этап номер один – это настройка, собственно говоря, самого рендера. Я считаю, что вообще надо начинать с самого конца для того, чтобы понимать, что делать вначале. Когда ты вначале понимаешь, что у тебя должно получиться в конце, тебе гораздо проще все это делать. Когда ты вначале начинаешь делать что-то, на чем можно будет потом сидеть, то у тебя получается, не поймешь что, что-то такое, что разваливается потом. А если ты с самого начала понимаешь, что тебе нужно сделать табуретку, на которой надо будет сидеть, то ты сразу подбираешь правильные материалы и подбираешь правильное оборудование для того, чтобы сделать эту табуретку. Соответственно, мы с вами сразу же начинаем с самого конца. Конец – это настройка рендера. Здесь есть два основных показателя, то есть вот этап настройки рендера делится на две части. Часть номер один, которая критически важна, она просто вот, ну, один из тех моментов, который серьезнейшим образом влияет на качество и скорость просчета рендера. Это антиалиясинг. Опять же, не буду вас грузить сильными такими сложными техническими терминами. Вот антиалиясинг – это, в принципе, сглаживание картинки. Есть три типа сглаживания картинки. Какой бы вы ни выбрали, любой, как бы, влияет на скорость просчета и на качество просчета картинки. Соответственно, как вы понимаете, чем более простой способ антиалиясинку вы выбираете, тем быстрее у вас будут просчитываться картинки, и при этом тем более смазанно она будет смотреться. И наоборот, чем более сложной антиалиясинку вы выбираете, тем медленнее у вас будут просчитываться картинки, и, соответственно, тем более резкой и качественной будет получаться у вас изображение. Вот основной момент, первый, да, из третьего этапа, первый момент, который очень серьезно влияет на скорость и качество просчета. Второй – это вторая вкладочка indirect illumination, глобальное освещение. Опять же, переводя на русский язык, что такое глобальное освещение? Глобальное освещение – это переход от светлого к темному. Давайте еще более простую вещь. Глобальное освещение – это качество тени. Вот так вам будет точно понятно. То есть, если вы здесь выставляете более низкие параметры тени, у вас тень получается такая в пятнышке, зернистая такая, бывают пятна очень крупные. Если у вас появляются по комнате крупные пятна, знайте, что вы просто неправильно настроили indirect illumination, ну или очень сильно снизили его параметры. Соответственно, если у вас появятся белые пятна по интерьеру, опять же, мы неправильно настроили indirect illumination. Как настраивать, будем проходить на большом курсе. Просто вот сейчас, знаете, что это второй этап, точнее сказать, на вот этом вот этапе это второй момент, который серьезнейшим образом влияет на скорость и качество просчета. То есть, чем более качественная тень у вас в интерьере, тем медленнее он у вас просчитывается. Соответственно, увеличив качество indirect illumination, мы можем увеличить время рендера раз в 10, наверное, совершенно спокойно. Итак, этап номер один, как я сказал, влияющий на скорость и качество просчета, это рендер. И рендер вот делится на две категории. Это анти-аньясинг и indirect illumination. Значит, дальше вторая. Вторая категория – это освещение, естественно, свет. Соответственно, то же самое, качество света. Давайте посмотрим. У любого источника света, вот вы сейчас видите источники света, любой, будь то даже какой-нибудь умник, например, неважно, да, у любого источника света есть всегда так называемые sub-division, деление. Sub-division – это… Сейчас я выделю этот источник света. Вот, смотрите, sub-division находится вот здесь, sampling, sub-division. В любом источнике света они есть. Sub-division – это тоже качество перехода от светлого в темного. По сути, опять же, это будет качество тени, но в данном случае все-таки качество освещения. То есть мы же ставим эти sub-division на свет, хотя на самом деле sub-division всегда стоят в тенях. То есть если вы будете, например, создавать какой-нибудь стандартный источник света типа умник, вот я его сейчас создал, я захожу в его параметры, если я включу вероевскую тень, то sub-division у меня появится, обратите внимание, видите, именно в shadow, в параметрах теней. Вот они вот здесь, sub-division. Чем больше sub-division, ну, sub-division – это деление, то есть чем больше деление, каждый пиксел света, каждый пиксел тени, он делится на какое-то количество частей. Стандартная часть – это 8 штук, то есть 8 sub-division. Поставите здесь больше, автоматически увеличите время рендера, но улучшится качество тени. Поставите меньше – наоборот, значит, у вас скорость рендера станет значительно выше, то есть рендер пройдет гораздо быстрее, но при этом качество тени станет плохое. Итак, второй этап, как я и сказал, это свет. И третий этап – это настройка материала, material edit. Material edit тоже есть sub-division, обратите внимание, то есть это опять деление, деление качества материала, как вы сейчас понимаете, да. Вот они, эти sub-division, которые тоже кардинальным образом влияют на качество просчета рендера и скорость. Соответственно, если вы здесь поставите низкие sub-division, у вас будет плохое качество материала. За этим надо следить на самом деле, потому что если материал какой-то, у вас занимает достаточно много места на картинке, ну, вот смотрите, у меня сейчас пол с отражением, да, и он здесь у меня занимает на картинке, ну, процентов, наверное, 7-10. Или вот этот стол тоже занимает процентов, наверное, ну, 3, наверное, точно 5 процентов даже занимает, да. Есть какие-то маленькие кинтиклюшечки, ну, я не знаю, здесь вот таких маленьких не видно, но если тут, не знаю, вот какая-нибудь маленькая бячка была вот здесь вот на столе или на кресле, и у нее был бы очень сложный материал, то есть за одной единственной вот этой вот маленькой бячки у нас рендер мог бы затянуться на несколько часов. Только вот из-за нее одной. На ней мог бы быть сложный материал, и вся сцена бы долго-долго просчитывалась. А так вы можете посмотреть, то есть вот сейчас, на данный момент, даже с элементарными настройками, рендер продлится на самом деле очень, ну, недолго. То есть мы можем с вами даже проверить, я не знаю, что получится, я уже давно не запускал эту сцену, но я думаю, что эта сцена просчитается, то есть вот вы видите, я особо ничего не трогал, я думаю, что эта сцена у нас просчитается буквально за... за несколько минут, за одну накандашу, да, по-моему, у меня слишком светло сейчас. Пошел финальный рендер, да, у меня перебор с освещением, слишком светло у меня сейчас. Но это несложно поправить на самом деле, ничего такого тут нету. Во-первых, этот источник света надо убрать, возможно, из-за него как раз-таки были проблемы. Из-за дополнительного омника и была проблема, смотрите, то есть я его сейчас удалил, и у нас получается сразу... Вы видите, уже вырисовывается достаточно симпатичный интерьер. Обратите внимание, с какой скорость он считается. Вы видите прямо на ваших глазах обычный фотоэрлистичный интерьер, который я создавал недавно на вебинаре. Вот, посмотрите, какая тень, вы видите, как она плавает. Вот это уже плохое качество на самом деле, вот это плавающая тень. Вот она, вот такая зернистая слегка, антиалиасиком она смазанная, да, то есть, соответственно, качество этого рендера весьма сомнительное. Смотрите, вот видите, какая зернистая. Но при этом для многих заказчиков, я уверен, да, то есть показать это многим заказчикам можно показывать смело. Это человек, который в теме визуализации разбирается, профессиональный визуализатор или дизайнер интерьера, который каждый день просматривает там какие-то картинки, возможно, возможно, к этому прицепится, возможно, это заметит. Наш заказчик этого не заметит, скорее всего, никогда. То есть он видит фотоэрлистичное изображение, и если он не знает вот этих тонкостей, про которые я вам только что сказал, он это не заметит. А значит, если вы делаете картинку для частного заказчика, да, который не разбирается в теме, то смело можно уменьшать установки рендера вот до тех параметров, которые я только что показывал, и у вас рассчитается картинка за 1 минуту или 13 секунд. Обратите внимание. За 1 минуту 13 секунд просчиталась вот такая вот фотоэрлистичная картиночка. За 1 минуту 13 секунд. Смотрите, как быстро она просчиталась. Соответственно, влияя вот на эти вот этапы, вы можете отсчитать довольно серьезный, довольно качественный интерьер очень и очень быстро. И таких фишек, на самом деле, много. Но я надеюсь, что с этим мы уже с вами разобрались, можно идти дальше. Я надеюсь, после этого видео тема визуализации стала для вас намного более понятной, и информация, которая уже есть у вас в голове, и которую вы дальше будете получать, она как-то более структурированно будет поступать в ваш мозг, так скажем, и будет помогать вам гораздо быстрее освоить вот эту вот интересную и творческую профессию. И в следующем видео мы поговорим с вами о первом этапе, о том, как создавать интерьерный объем, и что необходимо учитывать, когда вы будете собирать всю эту сцену, так, чтобы она потом у вас быстро отсчиталась и получилась красивой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!